Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Предлагаю беседу. У нас уже на носу летнее солнцестояние. Мы живем во времена ярких контрастов во всех аспектах нашей жизни. И может появиться ощущение, что нас швыряют в разные стороны, и скорости ударов уже не шуточные и граничат со смертельным исходом. Нервы, как натянутая струна. Но это так чувствует эго. Это так работают наши эмоциональные дисбалансы. Конечно, я сейчас не даю оценку, хорошо это или плохо. И надо понимать, что наше эго не даст расширения, а наоборот, оно желает продолжить жить по старинке, как я хочу, в ограничениях. Но вот оно, летнее солнцестояние. И мы сдвигаемся с наших матричных привычек. По старинке уже не получится. И новая квантовая жизнь буквально вырывается в нашу повседневность. И все, что ранее было сокрыто от наших глаз, сейчас мощно поднимается на поверхность, к проявлению и к нашей осознанной трансформации. Изменяя себя, преображая себя, мы с вами продвигаемся в нашем расширении, в возвращении в поля света, и на каждом этапе нашего возвращения свои законы, свои преодоления, свои частоты и свои возможности открываются для нас. Вывод. Поэтому смело можно сказать, что чем больше внутренняя устойчивость к внешним контрастным проявлениям, тем больше расфокусировки. И так человек способен впечатляться величием мироздания. Да, его душа ведет. И он осознан и все более и более могущественен. Такой человек может выдерживать высокие температуры как тепла, так и холода. Такой человек способен пропускать через себя радиацию. Как? Да он сам становится этой радиацией. Он могущественен. Когда мы с вами пришли в солнечную систему на Меркурий, мы выдерживали большие температуры, 1700 по Цельсию, и жару, и холод. Сейчас мы возвращаем себе былое могущество через расширение и через новую восприимчивость. Вот зачем нужно строить свое тело света. И это ответ всем. Тело света строить необходимо, если желаете жить на планете. Мы все должны понять, что лето 2024-го это далеко не лето из нашего прошлого. И все, что вы привыкли делать в летнее время, может добавить вам много проблем. Что я советую? Отдыхайте в лесу. Отдыхайте под деревьями. Отдыхайте около реки, озера, моря, океана. Но в утреннее и вечернее время. Пейте много простой воды. Говорите о прекрасном и вечном. Радуйте других. И если желаете, чтобы выделялся у вас в организме допамин, то встречайте в своих мыслях только прекрасное будущее, несмотря ни на что. Если вы скажете, что когда я вспоминаю о практике, тогда я и делаю. Потому что у меня полно забот. То можно очень мягко ответить, что это же ваша жизнь. Это же ваша эволюция. Также можно сказать, что практики помогают выстраивать ваше тело света. На авось не получится. Всем нужны каждодневные тренировки. Каждый день встает солнце. И каждый день тренируемся вместе с ним. Петь шакральные звуки, как настройку. Заходить в собственную тишину и там пребывать во все большем и большем расширении. Медитировать, размещать камеры, выражать свои намерения вслух и определять привычные цели для себя. И, конечно, для всех. Для того, чтобы мыслить позитивно и во благо себя и других, электрический свет, наш привычный, как лампочка, не нужен. Наоборот, отсутствие света толкает на подумать о смысле жизни, о своих зависимостях и о своих первичных целях. Какие самые важные потребности? А ведь они тоже у нас меняются. Позвольте себе каждый день ответить на этот вопрос. И ответ будет каждый день другим. Это и есть показатель того, что ваша жизнь стремительно меняется. Меняемся мы сами. И когда отключают нам свет в самый раз, учиться светиться изнутри. Каждая клетка нас способна светиться. Когда активирована шишковидная железа. Дорогие друзья, мы вошли в многомерный мир и пора тренировать свое многомерное мышление. Не стоит наивно верить, что за 10 минут вы исцелитесь, послушав ту или иную мелодию или 4 минуты 528 Гц или 432 Гц. Это так не работает. Да, чем больше вы доверитесь гармоничным волнам, чем больше и глубже вы погрузитесь в себя, тем больше вы впечатлитесь красотой, тем больше вы наполнитесь цветом, светом и звуком. Эти параметры позволят вам постепенно выстраивать свое тело света, жить из могущества, жить из победоносных настроев и в большей связи со своей душой. Так постепенно, шаг за шагом, мы сдвигаемся в своей осознанности на все более светлые и чистые пространства в своей точности и в своей легкости. Мы иначе мыслим и иначе чувствуем. Не ждите, что кто-то будет все делать за вас. Действуйте в своем настоящем и проявляйте себя активнее на плане материи. Трансмутируйте чувство вины, чувство стыда, чувство превосходства, чувство разделения, чувство одиночества, чувство ненависти и мести, контроля и зависимости. Все это буквально въелось в наше миропонимание, мироустройство. И мы смотрим сквозь призву собственных искажений на внешний мир. Конечно, я не сужу никого. Трудно всем без исключения и у всех свои искажения, которые необходимо выравнивать, когда желаете жить осознанно из лучшей версии самого себя. Преображая себя постоянно, мы выстраиваем новую версию самого себя. Но все еще мы заигрываемся в фрагментации, застревая в мелочности, жадности, скупости и ограничении. Это сжатие. Мы все знаем, что движение – жизнь. А если так, то движение – это и есть сжатие и расширение. Сжатие и расширение. Сжатие и расширение. Вам это ничто не напоминает? Конечно, это ваш родной вдох и выдох. И если вы желаете эволюционировать, то дыхание должно быть глубоким. Вдох в живот. Вот почему нужны физические нагрузки. Вы дышите глубоко, и клетки получают кислород вместе с кровью. Вот почему нужно много ходить. Заметьте, что мы говорим о физическом теле. Но у вас есть еще эмоции, у вас есть еще чувства, у вас есть еще ментальные тела, и вы их тоже строите через развитый интеллект. Посмотрите фильмы о старом мире 18 века. Удивитесь, насколько люди были образованы и ментально развиты, какие были технологии. Целые заводы и машина инженерия. Какие развитые цивилизации жили на Земле. Сегодняшняя цивилизация утратила свои способности в светлой стремительности, желании развиваться. Больше желают зарабатывать без применения своих талантов, а больше своей внешностью и легким путем. Вот какая-то общая такая картина. Я не говорю, что это у всех. Если мы сами себя не сдвигаем, то это кроме нас никому не надо. И бесполезно говорить, куда смотрит Бог. Он смотрит вашими глазами. Что вы видите, то видит Бог. И в связи с сказанным я предлагаю перестать смотреть ролики миллионами глаз, как делать блины, кипятить воду и прочее. Не тратьте время. Занимайтесь собой. И вы будете себе благодарны, что использовали свои шансы в жизни. Часто можно слышать вопрос, а что будет с моими детьми? А что будет со всеми людьми? А что будет? Все дело в повышении частот и в личной эволюции. Если люди живут то на одном полушарии, то на другом, то они живут ограниченно. И пора возродить свою божественную природу и жить одновременно на двух полушариях мозга при активации шишковидной железы. Это совсем другой человек. Он развит и продолжает развиваться. Он мыслитель, он созидатель, он творец, он талантлив и даже может быть гениален, он гармоничен, он интересен, как единица космоса. И, конечно, такого человека и будет поддерживать космос. Но если человек не желает развиваться, а живет нижними чакрами и все, то он неинтересен, он деградировал, он застрял в программах дуальности, он застрял в собственном развитии. Поэтому ему создают условия встряски. А это и война, а это и лишение, а это и несчастные случаи. Так работает темный мир. Когда человек активировал шишковидную железу, то он тем самым объединил полярности и свой левый и правый мозг и выходит на служение в свете. Выполняют свои задачи в свете и уходят, когда выполнят свои проекты. Нагрузка была велика. Ресурс жизни был быстро истрачен. Все очень индивидуально у каждого индивида. Предлагаю перестать думать, что вы уже все знаете, потому что судите на основе фрагментального опыта. о прошлое воплощения, о прошлое цивилизации, о прошлое взаимоотношения. И мы возвращались и возвращались и все для получения опыта земного существования в мире полярном, выравнивая себя с божественным потоком, осветляя или утяжеляя. Чем вы сами светлее и чище, радостнее и щедрее, тем с вами жить светлее и проще эволюционировать. Просто находиться рядом. Ну вот он, 2024. И мы имеем возможность завершить все негативные опыты и вытащить себя буквально за волосы из этого старого мира. Так человек сам себя созидает нового. И чем сострадательнее человек, чем более широко и глубоко он мыслит, тем больше он эволюционирует. И это есть земная жизнь. Это и есть задачи галактики Млечный путь. Так человек сам себя созидает нового. И чем сострадательнее человек, чем более широко глубоко он мыслит, тем больше он эволюционирует. И это и есть земная цель. Это и есть задачи галактики Млечный путь. Здесь на земле развиваются молодые души. И как пример на море в конце лета большие чайки курировали молодняк. Молодые чайки учились летать и в небе кружились вместе с ними большие особи, помогая и направляя их. Это маневрирование в воздушных потоках. У кого-то получалось больше, у кого-то меньше, но все летали. Также их обучали ловить рыбу, то есть питаться самим. Нас тоже курирует высшие цивилизации. И мы тоже взрослеем в испытаниях и в напряжениях. Но отвергая свои преодоления, мы не желаем развиваться. И если не развиваемся, то нас отправят на более трудные испытания, чтобы мы по-любому обучились. Это не время кого-то жалеть. Жалость унижает дух. Это время сострадать всем и любить всех. И это возможно полюбив свое эго. Оно же вам служило многие жизни. Благодарите его. Мы мы шире. Дорогие друзья, отправьте свое внимание на гармоничное и прекрасное. А когда насмотритесь на мирное и прекрасное, например, цветы, небо, лес, озеро, небо, тогда и придете к расфокусировке и высшие измерения будут вами восприниматься без напряжения и страха. Мы все проходим героические испытания здесь, на земле. И поэтому видеть планету в процветании и всех счастливыми это уже признак нового человека. также новый человек шестой расы формирует образ мудрых правителей государств, а не возмущается несостоятельностью настоящих. Мы же знаем, что один в поле не воин. А если еще короче, то позвольте на земле новую жизнь в мире любви и гармонии. Позвольте себе умиротворение. Вот такая у нас мирная, спокойная и доверительная беседа в кристалле объединяющей любви создала платформу спокойствия и умиротворения в период летнего солнцестояния. Понятно, что на другой стороне земного шара это будет зимнее солнцестояние. Но мы получаем все опыт баланса, опыт выравнивания по божественной оси. Я благодарю всех собравшихся у этого мирного очага и также благодарю всех, кто поддерживает этот канал. Всем нам радости. И я приглашаю здесь и сейчас в нашем настоящем плейдианских эмиссаров света разместить здесь и сейчас межпространственный конус света. приглашаю свое высшее я Христа Софию Марию Магдалину и заземляюсь кристаллом звезды земля и прошу разместить вокруг меня камеру для снятия стресса, камеру эмоционального исцеления, камеру ФЭМТ физическое, эмоциональное, ментальное и духовное. Просто помогаем себе практиками. с вами формирование своего тела света, учимся вместе и приглашение. Приглашаю в группу желающих подготовить свои тонкие тела и плотное тело к новой квантовой жизни с 12 по 16 августа 2024 года и с 18 по 22 августа 2024 года бронь съемного жилья заранее по телефону 050 99 88 653 Валентина. Встречаем с любовью в Закарпатье. Пока тех, кто рядом, воздух не надышишься, медитации глубокие два раза в день. Всем мирного неба!